Что на мероприятии на этом вы делаете? Ну, нет, я не могу сказать, что мы что-то делаем на мероприятии. Я, как обычно, приехал к своему другу, родственнику, как угодно, обзовите, к Павлу Николаевичу Груднину. В общем, все традиционно. Поддержать его, поскольку ситуация-то у него, мягко говоря, не особо меняется. Выборы не шмыборы, а, собственно, товарищи рейдеры-то по-прежнему сильны, как никогда. Так что, а то, что сделан хороший праздник, посвященный одному году фитнес-клуба, это отлично. Дмитрий, как то, что произошло с вами, с ним, это было предсказуемо или нет? Ну, честно могу сказать, мы с ним это обсуждали еще до того, как мы входили в избирательную кампанию. Но всех тонкостей ты никогда предсказать не можешь. У него все больше находят, и у меня все больше находят. Поэтому это выглядит уже очень смешно. У него есть документы нотариально заверенные, а мне предъявляют экселевские таблицы, не заверенные ничем. Поэтому, в общем, методология одна и та же. Ну, а как прогноз? Вот сейчас это все опубличено, я имею в виду по совхозу, еще больше внимания привлечено. Есть шанс, собственно говоря, что рейдеры отстанут? Нет, нет, никаких даже вариантов. Дело в том, что рейдеры понимают, что они делают, и поскольку публичность ему абсолютно фиолетовая, вот если мы говорим о массовости отстаивания интереса Павла Николаевича и совхоза в первую очередь, ну, она по-прежнему присутствует, но, на мой взгляд, она должна быть существенно выше, вплоть до выхода целых фракций из Государственной Думы, потому что я считаю, что это будет реально действенным сигналом власти, когда, по сути дела, если там одна или две фракции просто покинет Государственную Думу в знак протеста по такой расправе, а все остальные публичные заявления, ну, как сказать, знаете, есть такое в политике, это однотысячное китайское предупреждение, ну, пока людей не будет массово и в том числе облеченных властью отстаивать именно вот таким способом, уже методы, как говорится, публичной народной демократии, на мой взгляд, исчерпаны, давным-давно причем, и это произошло года три назад еще. А честные выборы как бы есть? Осталось ли? Ну, честных выборов нет и не может быть, но только тут надо все-таки еще понимать, что механизм выборов, он по-прежнему остался. Выборы как механизм работают отлично, правда, действительно. Другое дело, что к нему приложены грязные руки, но это вовсе не означает, что не надо выдвигаться, я это говорю открыто на своем примере, на примере Паши, это не означает, что не надо выдвигаться, и более того, что это абсолютно не означает, что нельзя, нужно быть наоборот наблюдателем, принимать участие во всех этих аспектах. Дело в том, что действующая власть уйдет, будет пятилетка пышных похорон. Кто вам потом будет делать вам выборы? Вот это вот какая-то иллюзорность, вот эта пассивность, а вот они должны уйти. Ну, уйдут они, ну, сдохнут, а вы потом придете, кто вместо вас? Придут такие же прапорщики, потому что они в этой системе варились, принимали. Собственно говоря, как мы проиграли власть в 90-х годах? Да попросту говоря, потому что мы занимались другими делами, там, выживанием физически, а те люди, которые были за нашей спиной, хлопнули в ладошки и сказали, ага, власть-то оказалась никому не нужной. И поэтому вот этот инфантилизм, типа выборы нечестные, там, кандидатов нет. А кто будет-то за вас этих кандидатов делать? Кто за вас будет делать эти выборы? И вот это все время ожидание, мир ожидания, что вот кто-то придет, Полникало, Потапенко, Грудинин. Да не Потапенко и Грудинин делают страну, а вы делаете страну. А мы делаем там, ну, мы маленькие какие-то кусочки делаем. А если вы будете пассивны, то ни Грудинин, ни Потапенко ничего не сделают. Какие шансы в КФРФ? Шансов, ну, я сейчас могу сказать, что про выборы для меня уже 20-й. Я могу сказать, что то, что произойдет в Государственной Думе, это то, что произошло в Мосгор. Куда интереснее даже не сам КПРФ, а то тех кандидатов, которых провело так называемое ядро. Будущее Госдумы – это ядро против ядра внутри ядра. Потому что в рамках четырех бюджетных партий, в том числе и КПРФ, партия власти засунула такое количество себе технических кандидатов, которые еще им обойдутся боком. Поэтому на этой я могу сказать, что следующее вот эта Госдума будет очень любопытной для всех, во всех смыслах. И поэтому я бы рекомендовал всем абсолютно оценивать не логотипы партий, а оценивать людей, смотреть за их, извините, трекингом. То есть, грубо говоря, что они делали до этого, вчера, позавчера? Большая часть людей в публичном пространстве всплыла не из воздуха. А какой они, извините, логотип используют, я это называю печатью, используют для того, чтобы добежать до вершины этой горы? Вот мы сейчас находимся, здесь огромное количество детских аттракционов. Там, условно говоря, вулкан. И вот каждый ребенок лезет с разной стороны, но вершина все равно одна. И поэтому категорически неверно цепляться, смотрите на людей. Это более важно. Люди и их дела. Многие предприниматели идут в политику, чтобы потом заниматься протекцией собственного предприятия.